Ларьки покидают Осиновую рощу. В микрорайоне демонтировали нелегальный павильон на Юбковском шоссе. После того, как этот земельный участок перешел от Министерства обороны городу, торговую павильон не включили в схему размещения. То есть ни в одном документе этот магазин не числится. Прежде всего нет договора с Комитетом имущественных отношений, поясняют представители администрации. Торговый объект в любом случае должен быть включен в схему размещения. Это значит, что он должен пройти согласование со всеми профильными комитетами. После этого проводятся либо аукционы, либо торги на право заключения договора и аренду этого земельного участка. И только после этого добросовестный предприниматель вправе реализовывать и осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Представители владельца торговой точки в свою очередь уверяют, павильон стоит на законных основаниях. А о том, что этот земельный участок передан городу, вообще слышат впервые. Убрать ларек значит оставить местных жителей без магазина. У нас оплачивается электричество официально. У нас создаются рабочие места. И по просьбе жителей на основании протокола общего собрания жильцов было решено поставить павильон, потому что здесь не предусмотрена инфраструктура. Наша организация вложилась сюда деньгами. Однако защищать торговый павильон жители не торопятся. Напротив, жалуются. В магазине полная антисанитария, да еще и алкоголь несовершеннолетним продают. А почему в этом сарае, просто сарае, торгуют хлеб, сахар, кироженый и алкоголь? Там, наверное, в коксе заменить лицензии нет. Ларек грязный, где бегут крыльцы. Торговые павильоны в районе демонтируют нечасто, уверяют представители администрации. Совместно с комитетом имущественных отношений они постоянно следят за ситуацией и пресекают деятельность нерадивых предпринимателей. Субтитры создавал DimaTorzok